Субтитры делал DimaTorzok Сегодня происходит подведение итогов выставки конкурса на лучшие произведения 2018 года. Это своего рода отчетная выставка художников нашего отделения. У нас не так много возможностей в течение года показывать свои работы. Выставок общих очень мало, персональные часто не делаются выставки. И поэтому здесь мы можем наконец показать, что же мы такое наработаем. Каждый художник выбирает с его точки зрения, он сам оценивает с его точки зрения, то, что он в этом году лучшее написал. Вот эта самооценка на самом деле дорогого стоит. Я живу и работаю в Исселькуле, работаю в художественной школе. Я выставил на этой выставке две работы. Вот это называется «Фейсбук». Это сотни я, которые так или иначе себя проявляют. Кто-то скромно, кто-то довольно-таки активный участник. Работа в гипсе, тонированный гипс. Называется «Папина дочка», потому что у меня есть муза, моя дочь. И вот я однажды увидел, она залезла в мои сапоги, и решил так ее запечатлеть. Вот эта работа называется «Солнце севера». Мне было важно, чтобы это был такой сибирский пейзаж. И вот это вот состояние вечера. Туман — это не апокалиптическое даже, а, скорее всего, состояние творца. Он всегда находится в таком моменте, что это или жизнь, или смерть. Я в работе поставил эти три вешки, да, они как бы дают внутреннее направление мне. Они в каких-то проекциях, если их сместить, они могут организовать и даже крест. Символ очень широкого значения, от муки до надежды. Эта выставка, вот она понравилась посетителям. Я очень рад, благодарен этому, естественно, и горд. На моей маленькой каменной юбилейной выставке представлена живопись и графика. Я попытался охватить все годы моего творчества. Основная моя тема, так как я человек православный, я через образы сегодняшнего реального мира хочу еще и показать мир гордней. Манера исполнения — многослойная лессировочная живопись, позволяющая добиться при разном освещении картины различных цветовых оттенков. Танцевать кан-кан, признаваться в любви и даже краснеть, что умеют марионетки. Куклы покинули сцену и вышли к зрителю на поклон в фойе. Пока в музее Аркликина перестановка, а в репертуаре перерыв — самые любопытные факты из кукольных биографий в нашей рубрике «Топ-3». Знакомьтесь, Флеретта. На сцене провела 10 лет. Спектакль «Синяя борода» московского режиссера Юрия Фридмана имел небывалый успех в 90-е. Легкость и задор — то, чего так не хватало людям непростые годы. Цветочница Флеретта — похищенная принцесса и одна из самых сложных в управлении кукол. Ее водили сразу три актера. Флеретта танцевала кан-кан и исполняла оперные партии голосами артистов музыкального театра. Поскольку партии вокальные были большие, чтобы хоть как-то это разнообразить, художник-постановщик этого спектакля, Ольга Веревкина, придумала кукольные руки заменить живыми человеческими. Поэтому, если обратите внимание, у нее нет рук, у нее есть только рукава. Туда помощник артиста вставлял свои руки и начинал жестикулировать. Поэтому партия оперная становилась очень выразительной. Африканский король Милон. Его персонаж грозно разгуливает по обломкам человеческой цивилизации. Это кукла с секретом. Король умеет краснеть от гнева благодаря особому механизму. То есть так этот король Милон, он добрый, в принципе, мирный человек, влюбленный в свою невесту. А потом, в какой-то момент, он понимает, что его лучший брат, лучший друг, он его предает якобы, хотя на самом деле это не так. И то есть в какие-то моменты он понимает, что его предали. И именно в этот момент он становится злым. Рыцари не остались в прошлом. Это Дженара и брат Милона, снискавший славу самого сердечного персонажа во всей кукольной труппе. Сложный механизм открывает его сердце нараспашку. Может, поэтому Дженара – один из немногих выживших после апокалипсиса в спектакле «Ворон». Есть механизм любопытной сердца. Когда он уже говорит, все, подните меня, отдает свою жизнь, у него открывается сердце, с которого растет цветок. То есть олицетворяющий его самые искренние и добрые побуждения к брату. Почему с женщиной нужно обращаться, как с ручной гранатой? Какие методы обольщения самые действенные? И можно ли о шекспировских страстях поведать с чеховской интонацией? Силу притяжения и тайные отношения двух полов решили исследовать артисты Омского театра драмы. Режиссер Георгий Цхвирава представил первую в этом году премьеру спектакль-альбом по произведениям Аркадия Аверченко. Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые могут разметать, разнести всю нашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие опрывки? Девять пьес «Короля смеха» и бесконечное количество обманов, измен и примирений. Ставить комедию – дело не всегда веселое, уверяют актеры. Легкомысленные сюжеты порой требуют ролей на сопротивление. Я никогда, так скажем, между нами говоря, у меня не было такой ситуации, чтобы я был у женщины, вдруг и позвонил ее муж и так далее. И вот как бы я в наглую продолжал с ней общаться, так скажем, а параллельно она с ним разговаривала по телефону. Наш режиссер так подсказывал мне некоторые вещи, не знаю, откуда он знает это, но, наверное, у него опыта больше, и он больше видел. И поиграть это вдвойне интереснее, то есть попробовать. Самое главное – не наврать, потому что будут сидеть мужчины в зале и говорить, не, не, это не так, по-другому. Ну, вот что-то такого не было. В комедии тут же всегда нужна грань. С одной стороны, тут ни наиграешь, ни сыграешь, надо быть очень смелым, и все оценки очень крупные. Если я в жизни говорю, да вы что, вы заболели, то, играя, например, Оверченко, я буду говорить, да вы что, вы заболели. Ну, то есть немного все равно это гипербола. Но, тем не менее, все равно нужно соблести всегда такую тонкую грань, чтобы не провалиться совсем в какой-то там театр такой нехороший. Это постановка признания в любви другому спектаклю омской драмы «Чертова дюжина». После 12 лет аншлагов он ушел из репертуара, но зрители до сих пор просят о возвращении. Удастся ли альбому завоевать симпатии театралов, можно выяснить на ближайшем показе 23 февраля. Сегодня о своем свободном времени и культурных предпочтениях рассказывает заслуженный артист России, солист балета Омского музыкального театра Сергей Флягин. В данный момент идет подготовка к моему бенефису, посвященному 25-летию творческой деятельности, и времени так такового практически совершенно нет. А если оно и появляется, то это посещение, скажем так, тех мест, где можно приобрести, найти очень интересные, красивые вещи. Это антикварные, скорее всего, ближе к истории СССР и дореволюционного периода. Удалось посмотреть недавно, но это только в домашней обстановке, фильм, известный, нашумевший, знаете, по России. Сейчас он прошел бум такой по нему, это Т-34. Скажу почему. Фильм о танках, да? Скажу почему. Потому что мой отец заканчивал в свое время инженерно-танковое училище и был танкистом, инженером-механиком. И он ездил в свое время на этих танках, он их обслуживал и так далее. Вот в принципе почему. И я решил своему ребенку как бы показать, чем занимался его дед. Фильм очень сильно понравился, советую всем посмотреть. Фильм очень воодушевляет, вдохновляет. Вдохновляет на преодоление трудностей, вдохновляет на победу. Не обязательно на победу, да, в войне, на победу над врагами, а на победу, в принципе, наверное, над самим собой. Одно из главных кинособытий ближайшей недели выход в прокат приключенческой эпопеи «Табол», рассказывающей об освоении Сибири в Петровскую эпоху. Создатели фильма обещают удивить зрителей звездным актерским составом, драматичным любовным сюжетом и батальными сценами. Добиться максимальной достоверности помогли и реальные исторические декорации. Картину снимали в Тобольске. Батя, я в рекорду записал. Чего, дурак? Решено все. Чего? Я в поход пойду, батя. Отходим! В Омске к фильму особый интерес. В числе персонажей исторической драмы заявлен основатель нашего города, Иван Бухкальц. Сыграл его артист Ленкома Александр Лазарев-младший. Вместе со своей коллегой по съемочной площадке, актрисой Юлией Макаровой. Он представит картину в Омске 26 февраля на премьерном показе Тобола в киноцентре «Вавилон». В другую историческую эпоху зрители перенесут показы музейного арт-феста. Ближайшая кинопремьера – документальный фильм «Караваджо. Душа и кровь», ставший рекордсменом итальянского проката. Эта картина – микс постановочных сцен из биографии живописца и научных исследований его творчества. Узнать больше о знаменитом художнике-революционере, изменившем представление о свете и пространстве в искусстве, можно на сеансах в «Вавилоне» с 22 по 24 февраля. Симфонический оркестр «Резонанс». Рок-хиты «Лед Зеппелин», «Рамштайн», «Продиджи», «Эйси Диси». Дружеская поддержка «Бэйс». 24 февраля. Концертный зал. Подробности – mrticket.ru. 38 55 54. Продолжение следует...